Ранним субботним утром на стадионе «Локомотив» в Деме человек в красной бейсболке подвергся нападению овчарки. Впрочем, никто не пострадал, ведь это было просто соревнование. Сегодня у нас проходит монопородная выставка немецких овчарок, то есть здесь выставляются только собаки по роду немецкая овчарка. Есть рабочий класс, это с двух лет, где проводится проверка поведения и мужества, то есть то, что вы видели, вот собаки кусались на фигуранта. Есть класс ветеранов, это собаки старше восьми лет. Сейчас на одной из площадок проходит проверка на послушание. Собака должна пройти рядом с владельцем, но при появлении угрозы бросится на обидчика. Однако по первому требованию владельца она должна его оставить и остановиться. Посмотрим, что происходит. Фигурант Фигурант это человек, который имеет и умеет работать под собакой. Тот, кто понимает собаку, тот, кого она в конце концов кусает. Задача его работы показать наилучшие стороны собаки, на проверке, да, и на тренировке показать те моменты, на которые следует обратить внимание. А какими качествами нужно обладать, кроме, мне кажется, безумной смелости, чтобы действительно, когда несется на себя собака, управлять этим процессом? Нужно в первую очередь понимать собаку. Нужно увидеть, что она сделает в данный момент. Если ты это сделал все правильно, то ты не будешь травмирован. Если ты ошибешься, тебя укусит. Профессиональное занятие любой породы и немецкой овчарки, в частности, достаточно дорогое удовольствие. То есть, если вы хотите правильно вырастить собаку, правильно ее кормить, правильно дрессировать. И дрессировать надо любую собаку, а немецкую овчарку в особенности, поскольку это все-таки служебная собака. И плюс участие к выставке. То есть, надо морально, физически, материально очень хорошо подумать и подготовиться, прежде чем заводить такую собаку. Ну что же, соревнования на послушании окончены. Теперь соревнуются только щенки. Мы пожелаем им удачи и хорошо представить свой город. Анастасия Шишко, Андрей Лосыгин, телеканал ЮТВ.